Смотрите, что дяденька делает тряпочкой, диски вытирает. Какой молодец, а! Какой хороший дяденька, да, дяденька? Что ты хочешь посмотреть на дяденьку? Ну, дяденька, смотри, что делает. А тебя так, про тебя так и говорит. Такой хороший, маленький, да? Так, скажи, мама, ты про меня так и можешь говорить. Это PTI, видите? Это не просто пройти вокруг, нужно еще диски протереть, если они грязненькие. Кофе, видите? Вот видно, что любит свою работу, да? Перебнул в кофе, сейчас опять будет натирать диски. Ему за 60, да? Зато смотри, какой трючок. Вроде трючок не свежий, но весь блестит, как новенький. Видно, что старенькая машина, но блестит, правда, что. Любит свою машину. Я не скажу, что этому трапу столько, сколько дяденьки. Сейчас смотри, ой, ты моя-то за... Ой! И крылья протер. Ты посмотри, сейчас сколько мух убиенных будет на этом месте, но он все равно протер все эти блестящие тоже поверхности. Сейчас он чем-то натирает. Чем-то, да, натирает он. А потом будет вот это мастер. А потом будет такой суконочкой. На блеском ощущение. Ты посмотри, как любит, а? Машинку свою. Молодец. Хорошее настроение с утра. Мы проснулись. Сейчас поедем. Да-да-да, куська. Поедем. Вчера Лена приехала. Уже сколько было времени. Ну, короче, мы те дни ночи вообще не высыпались. Сил уже не было. Мы решили эту ночь поспать. Тем более у нас нет жестких рамок по доставке. Ну, сейчас тут осталось то, с чем-то миль. И мы с утра, как и планировалось, доставим груз. И потом нам дадут загрузку, скорее всего, в Танаси или в Северную Каролину. Ну, туда, ближе к дому, где мы будем в горах отдыхать. У меня свой кофеек. Называется от Виталика. Виталик сделал. Молодец. У нас с Евой и с Джеком погуляли, да? С Джеком выгуляли такого хорошего пацана. Да? Я погулял и здесь все пометил. Все понютал. Вот. А в это время... Ну, потом Виталик нам сделал кофе. И мы едем дальше. Это у нас... Огайо, да. Огайо. Ты мне нужен... На-на-на-на-на-на-на-на... Ты мне нужен... И я тебе нужна... Ну, вот мы в Огайо. Уже возле разгрузки. Где-то красивые зеленые поля. Какой-то населенный пункт. Какой-то населенный пункт. Эстпоинт бизнес-парк. Домики тоже симпатичные. Какие с цветочками. Видно, что ухаживают так за ними. Домики. Далеко. Ой, как красиво. Посмотрите, какие луга у них. Они здесь в вольф, наверное, играют. И главное, все домики-то белые, да? Я люблю на зеленой траве белые домики. Прям так хочется много фоток делать. Это кукуруза, похоже. О, Макдональдс, Гринхаус. А это здесь растения эти... Ммм, да, забыла. Теплица. Звезда. Техасец, видимо, живет. Бывший Техасец, я не знаю. Или военный. Вот тоже домики. Здесь в Менсильвании вот часто с этим... С крылечком. О, как мы поднимаемся. Высоко. Еле-еле. 25. Меньше... Подожди, сколько? Меньше 15 миль в час. Вон. Дрова заготавливают. Это коровкам сено. Фермеры позаботились на зиму за годом. Ничего себе подъемчик. Слышите, как ревет? Сейчас закрою. Вот ресивен. Прямо. Пишет прямо. Нет, ресивен прямо. Травку старикут на таких, на этих машинках. Смотрите, в какую деревню мы доехали. Одна дорога. Сейчас с легковушкой разъезжались. Здесь сбоку встали. Она так тоже по краю проехала. Паля-паля. Кукурузка. Вот видите, кукурузка. Здесь, не знаю, здесь просто трава. Там что-то... Смотрите, как живут люди. Среди болей качельки, как у нас были в детстве. Ты посмотри, какая вообще красота. Неужели там где-то загрузка есть? Пахнет очень здесь собачьим кормом. Скорее всего, потому что там dog care написано. Скорее всего, собачий корм повезем. Посмотрите, здесь какое озеро. Там искусственный лебедь и искусственный койот. А я иду со своей... Со своей дорожкой. Ну, как это... С ковриком и валиком. Потому что мы только приехали. Сейчас будем загружаться. Пока еще стоим. Вообще ждем. Даже не подъехали. Док не сказали нам, какой. Здесь вот прям хорошо. Так сейчас разлягусь. Полежу на валике. Сейчас посмотрела 30 градусов. Жарковато, конечно, на солнце. 43% влажности. Напомню, мы где-то в Огайо. Верни... Да, по-моему, в Огайо. Но какую-то часть мы далеко ехали по Огайо, чтобы на дозагрузке. От разгрузки до загрузки. Этот искусственный койот все так и стоит здесь. И лебеди, оказывается, их два никуда не делись. Ладно, полежу на валике. Сколько смогу. Особо жарко-то уйду. На второй полке я еще никогда не была. Я хочу попробовать окру в томатах. Кто будет? Хочу попробовать окру в томатах. Нет, окру в томатах. И не в томатах не хочу. И что вы думаете? Уже вечер. Девять часов, да? Почти девять? Да. Почти девять вечера, а мы все стоим. В общем, мой отзыв тоже. Не ехайте сюда. Называется... Четыре буквы какие-то я сейчас посмотрю, вспомню. И называется DocCare и... Толю три, толю четыре буквы. И отзывы на этом Google прочитала. Там есть и русскоговорящих, и нерусскоговорящих отзывы. И практически все пишут о невероятно долгом ожидании. Но мы, видите, нам мышц не выбираем, куда нам ехать. Может быть, потом, конечно, там брокер или... Или, я не знаю, сделают какую-то пометочку. Но здесь вообще кошмар, конечно. Если вы сами на себя работаете, сюда ехать не надо. Полдня здесь точно потеряете. А то и целый день. Хотя, смотри, как вам показать. Поверьте уж, там, короче, все эти свободны. Доки прям много-много-много. И все практически свободны. Ну, есть там стоят. Сейчас надо, кстати, может, пойти посмотреть. И они еще... Главное, мы с Жеком же там гуляли, я потом полежала. Лежать нельзя, ходить нельзя. А для кого это озеро, травка здесь, да? Кому я помешала с этим? Ну, говорю, ну, давайте... Такая про себя уже думаю. Надену эту жилетку, которой, вон, и в ней сделаю упражнение. Непонятно, к чему эта строгость. Народу никого практически из полдня, полдня. Ну, ладно, это второй раз у нас вот такое настолько долгое ждание. Тоже запишем его, посмотрим, может быть, брокеру удастся это самое что-то там выбить с них. Ну, не знаю. Ай, короче, просто ждем. Уже, наверное, двинемся ехать завтра с утра в Теннесси. Уже нет смысла ночью ехать уже по пляжам спать. Рано утром выйдем. И у нас в 6 часов разгрузка, в 6 вечера, поэтому... Да, сейчас найдем какой-нибудь, не знаю... Волмарт здесь есть, кстати. Может быть, там, возле Волмарта, заночевать. У нас салфетки закончились. Мама! А? Можешь, пожалуйста, мне дать мою виду? Зачем? А где? А так... А так мы в такой глуши, если честно. Ну, прям в деревне деревней. И этот... А где она? Вон тут. Вон тут? Да, где-то там. А. Вот. Мы в глухомане. И поэтому, да, Волмарт здесь... Конечно, здесь не Костка, не Трейдер. Все это уже я там ничего не надеюсь. Но смотрела, что где-то, может быть, в милях 8-10 есть Волмарт. Так что поедем, может, сейчас... Сейчас, ага, я еще не знаю, во сколько нам закончат все это дело делать. Загружать. А, нужно было отцепить, мы... Загружать. Да, закат. Загружать. Загружать. Все прописаны, все правила. Что можно, что нельзя. выходить нельзя в туалет нельзя собаками низкие какими животными не гулять это вообще первый раз такое хотя собачью еду делают а тут понимаешь ли это самое сидишь целый день и извините не подписать вообще да это тоже это я это это во многих некоторых нас нигде не надевал она лежит спрашивают есть есть да есть столько строгости это нельзя это нельзя то нельзя с этим с валиком выгнали сиди в траке тысячи просто отстегнуть нужно 3 этот трейлер оставить самыми самим отъехать на некоторых наверно на за все эти два месяца наверно может быть второй раз чтобы отстегнуть бывает да бывает но это руки но от ожидания конечно это жизнь ладно радует то что как бы по любому у нас только один груз и мы успеваем его до своего отдыха доставить если завтра утром выйдем даже но только знаете здесь просто седьмой поехали сейчас волмарт может быть а тут привязан как это не знаешь и и и главное не знаешь когда что боишься даже уже выйти еще скажет чё здесь шляйтесь сделала салатик сейчас но что-то с холодильником короче может кто-то знает новый холодильник теперь и снова у нас только продуктов испортилась выбросила а я когда вышла вот на валике на свалике полежать этим едой у собачий пах запахло сразу как только подъехали да и сразу скажу нас прям на узом такая волна там он же какой-то завод ну вот короче что-то у нас этот тот-то холодильник не работал мы выкинули этот новый сказала этот начальник купить мы купили и он опять перестал холодить вот этот новый уже холодильник два дня мы ничего не могли с сделано ехать во первых надо и нас были жесткие какие-то такие appointment на который нужно было мчаться но не мчаться в плане что ну как бы особо не поспишь и времени не было прям не на расслабоне короче были вот эти две доставки и главное что-то не заглядывали в холодильник заглянула он теплый там все теплый там где морозилка там прохладно температура примерно такая же какая-то которая должна быть в холодильнике а в морозе и силки должно же заморозиться все все растаяло сейчас он два пакета мусорного наполнили все выкинуть это все что нажито не по сильным трудом что-то с козкой еще что-то с aldi выкинули все короче потом какое какое-то время а и мы крутили вот эту там же цифры кино побольше на поменьше думаю ну как то так играли с этими температурой ничего сегодня сегодня по-моему это было открываю морозилка морозит холодильник холодит и что это было и два дня вот он не работал сегодня заработал видимо тряханула только два дня два дня он не работал сегодня заработал нет за целую неделю тут бы такой тухлоган был бы мы уже давно все выкинули это получается мы еще надеялись что он как-то у нас заработает еще не все прям прям как испортится но где-то два дня до примерно и вот заработал но уже поздно все спорте поздно поздно пить боржону и сегодня ничего такого осталось два помидорка 20 что один тоже немножко испортил один огурец и авокадо благо что авокадо купила такие жесткие они подозревают один еще жесткий такой вот эти вот сегодня с авокадо два помидорчика и огурчик сделали салат листья покупала вкусные такие свежие все тоже испортились листья салат для салата вот и пришлось уже такую вот еду есть который знаете а я-то там эти равиоли всякие купила равиоли и выгнули как жалко все растаяло мороженое помните целую бадью мороженого взяла в воде тоже она потому что вот так все в жидком состоянии было долго не рискнули тем более в дороге за рулем приспичит куда-то и и куда и у меня все время страшный страх если в туалет приспичит а ты в пробке тоже как-то пробку попала бы слушай в туалет и к думаю сейчас человек уже доедем до места ночлега и как попали в пробку ну дотерпели но это мало приятного короче что мне глаз защипало салфетки антибактериальные закончились мыло еще есть конечно мою это вода тоже заканчивается поэтому слишком мыть руки тоже вот как бы для чая тоже хочется оставить для кофе вот мы это атоме мыло здесь со мной корейская атоме все ссылочки внизу под видео если кто хочет корейскую косметику продукцию уже много про нее говорила есть целый плейлист атоме называется и даже канал там есть ссылочка тоже под видео если хотите тоже покупать там регистрация бесплатной под видео есть этот анкета можно заполнить или мне в личку написать что его ладно потом вот а так конечно этот ну и не наверное не будем сейчас ничего такого особо покупать детям сказала сыну с невесткой чтобы они перед тем как поехать в этот дом в котором будем отдыхать чтобы они коска заехали может быть у нас удастся нам удастся будем смотреть где мы будем ночевать этот оставлять трей трак если там недалеко будет коска то съездим на боб той продуктов жалко короче что это может быть не работал не работал и вдруг заработал я девчонок данная площадь спросил у кого-то может такая же проблема была чё-то они мне написали она про этот ну как вы не эксперты типа но это такая тишина у меня аж в ушах звенит выключили зажигание комаров запустим откроем окошку мнение короче может быть с генератором говорят проблемы но генератор если вы но у нас бы чайник у нас чайник если вы включаем все работает да у нас бы чайник не включался нас чайник включается кипятиться если надо кофе делать делается все работает но холодильник почему-то новый не работал не работал потом бац начал морозить под настроение понимаете под настроение работает может быть что он где-то проводки какие-то притряски может быть действительно что-то так отходит он размораживается потом опять подходит по забору а не знаю ну уже и так и так поезд где-то гудит какая тишина уйда правда говнецом завонила а там стоит еще трейлер какой-то и боптейл рядом этим навоз навозом до пахнет чем-то пахнет фуда где такой уйди иди иди в телевизор посмотрите что там показывает что показывает по телевизору 5d эффект да скажи и запахами джек лошадка джек слоненок джек слоненок устаешь даже не от того что этот едешь от того что стоишь от ожиданий надо посмотреть волмарт да скольки там этот здесь не такой уж прям город город чтобы волмарт до 11 работал но посмотрим знаю может еще и не успеем волмарт заехали волмарт перед закрытием я уже видите ни одной машины я уже забежала где-то минут за двадцать до закрытия все взяла просто похватала что там вспомнилось мне что надо салфетки на добавь воду забыла но вода еще хоть немножко есть если что на тракстапе можно будет воду взять вот потом что еще ну что-то сейчас перекусить что попортилось же все креветки за том что с креветками фрукты ягоды взяла вот и бежать яйца вареные взяла уже волмарте уже есть такие от отваренные там прям такой все накупать уже заморозку нет смысла потому что мы уже завтра отвозим груз и все ему в отпуск в отпуск на на четыре дня в лужу тот же книг не бегать пойдем там машина вот так что мы будем в отпуске отдыхать в горах и поэтому сильно закупать ничего не будем сейчас вот купила то чтобы нам на сегодня на завтра какие-то лягушки что ли это квакают здесь темно уже нас наконец-то уже разгрузили как вы догадались я говорю мы только-только успели в этой деревне этот но это не знаю какой-то городок здесь есть world волмарт супер центр супер центр я не знаю сейчас посмотрю какой-то городок это агайо отталла 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 так что здесь хорошо что тоже до 11 часов работает волмарт тут конечно же все частный сектор но все только такие домики и да все то же самое как в других волмартах все есть пошли джек переночуем поедем на трак стап сейчас все